В Цивильском районе завершено расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа в жилом доме в селе Тувси. 58-летний Михаил Алексеев обвиняется в нарушении правил противопожарной безопасности, повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности. По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый нарушил требования пожарной безопасности, запрещающих самовольное внесение изменений в конструкцию газовой и дымовой системы. Алексеев, чтобы утеплить свою квартиру, закрыл вентиляционные каналы, расположенные на кухне, в ванной комнате и туалете. Планировал установить в своей квартире теплогенератор. Однако, поскольку теплогенератор установлен не был, а оборудование было негерметичным, возникла утечка газа в ночь с 14 на 15 января 2013 года. Около 5 часов 30 минут 15 января 2013 года Алексеев, находясь у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, услышал из кухни характерный звук утечки газа. Но вместо того, чтобы принять необходимые меры предосторожности, закрыть все краны на газовых приборах, открыть окна и форточки, чтобы проветрить помещение, и вызвать аварийную газовую службу, он попытался закурить. Появившийся открытый источник пламени и спровоцировал взрыв, образовавшийся в квартире газово-воздушной смеси. В результате произошло обрушение второго подъезда указанного жилого дома. Под завалами погибли 52-летняя супруга обвиняемого и 16-летний юноша, проживавший в квартире этажом ниже. Кроме того, указанный жилой дом был признан неподвижащим восстановлению. Таким образом, противоправными действиями обвиняемого причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 32,5 миллионов рублей. Алексеев признал свою вину в полном объеме после предъявления ему результатов тщательного осмотра места происшествия. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин